Продолжение следует... В машину, куда вы лезете? Отстраняю вас от управления. Потом будете говорить. Вы говорите, буду, передайте. Я передам согласно процедуре законной. В отношении вас мы применяем физические силы. Отойди, дай это. Не отойду, может быть с оружием. Руки вверх, вот так вот. Вот сейчас вот так вот. Вот так вот сейчас. Вот это вот сюда вот. Да я положу, сказал сам, что он плачет, что за ерунда, я не понял. Руки, руки, не надо брыкаться. Руки вверх, я говорю, вы будете досмотреть. Я вижу, вам тоже это не доставляет удовольствия, такое поведение. Я считаю, что это не достойно, конечно, порядочное. А со мной Роман Олегович. А вы никому не нравитесь. Я Роман Олегович. Только. В суд на разбирательство пришли и четверо офицеров. Они вместе задерживали скандалистов. Это общее дело. И потом, мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Бригады. Работник года. Я думаю, что генерал Макаров интересно будет про Климану узнать, как в 1982 году можем так, как сказать, набрать опыта. Как себя так чувствовать хорошо. Потому что сотрудник очень словоохотливый. Просто он попал на вооружение. Разжигает полежицу, обстановку. Да, да, да. Соответственно, странам относятся негативно. Мне кажется, что вопрос можно поднимать с главки. Потому что в Солнечногорске такие есть Климаново. Межнациональную рознь разжигает. Вот. Это да. Братский народ. Это же у него Украина какая-нибудь. Это Российская Федерация. Здесь все строго. В рамках действующего законодательства. Вот. Это он же, когда мы ждали, владели полицию. Бегу с телефона. С телефона. Нелегко, я не знаю, товарищ, когда грамотные сотрудники полиции. Мне хорошо, что этот уже пойдет в это. Мем. Я не знаю. Неудобно, да, когда грамотные сотрудники полиции? Неудобно, да? А вы Киров Лес, Алексей Навальный, да? За права человека. Алексей Навальный. Киров Лес. Сколько фраз крылатых образовалось? Да там только мемов. Ха-ха-ха. 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 За права человека? Ужас как бы. За права человека? Ужас. К самому Пангимуну обращаться. Это вы в организации объединенных наций господину Пангимуну напишите и спросите у него. А это НТВ, но мы записывали исходники, поэтому надеемся, что не перековертывать материал. Ну ты надеется, ну нет надежды никакой, перековертываюсь. А также почему позволил себе вести беседу с инспекторами в таком пренебрежительном тоне. Вот, давайте. Видите как? Сверху как в Макдонунице? Да. Пусть играм только крутить, пытаясь. А как же он и все? А тут Макдонунице. Чуть к нему не может, что-нибудь? А так зачем он не думает? Ну, вот, давай! Иди иди, ты готов приделать! Не крена себе! Не крена себе! Иди, хватит! Иди, с водом забиваетесь! Не крена себе! Не крена себе! А ты ничего, она им... А как вы им выносите еду-то? Они кто такие? Володь, тебе не надо. Ну да, я совершенно не замечаю. Он с ним не дружит, он вас хорошо мне научит. С ним ролики занятные получаются. Что конкретно, каким вашим законным требованиям не подчинился, господин Анастасий, вас конкретно? Оказал физическое сопротивление. Требование покинуть автоношенную в вашу честь было предъявлено. То есть нормальный человек в это требование должен... Оказал физическое сопротивление. Нет такого понятия нормальные люди, ненормальные люди. Мне, пожалуйста, поясните вот этот момент. Оказал физическое сопротивление. Чтобы извлечь автоношенную? Оказал физическое сопротивление. Это он какие-то действия выполняет в отношении кого-то другого. Физические действия. Он кого-то толкает, отталкивает. И чем установлен порядок общения простых граждан? В данном случае водителей, либо не водителей с инспекторами. Ваша честь, я не знаю, на что сослаться в данном случае. Ну, понимаете, все почему-то вот говорят, что... Ну как вот... Когда есть какой-то порядок правил, его можно требовать выполнения порядка правил. А если его нет, вот здесь как-то... А вы говорите, он что-то нарушил. Так что он нарушил? Ну, я говорю, я не готов сослаться в данном случае. Подождите, вы уже сослались. Вы публично в общественном месте выражался оскорбительно в адрес сотрудников полиции. Да, я. Вы сделали вывод. На основании этого вывода родился этот документ. На основании этих документов я уже третий раз держу в руках это все творение. Вот. Поэтому я хочу узнать, в чем выражалось вот это вот оскорбление в адрес сотрудников. С физическим сопротивлением мы разобрались, будем дальше с ним разобраться. То есть я суду понятно, что вы имели в виду под этим. Вот теперь меня интересует, что вы имели в виду в общественном месте выражал оскорбительно в адрес сотрудников полиции? Я имел в виду то, что обращался все-таки он ко мне, моим коллегам, сотрудникам полиции. Не общепринятые формы обращения на вы, а на ты. И общался как, ну, простите меня за прямоту, как к каким-то соседам. Понимаете, все-таки я сотрудник полиции. И в этом процессе водитель Арсентьев препятствовался административной процедуре, препятствовал самому процессу отстранения. Чем регламентировано поведение водителя, отстраненного от управления транспортным средством? То есть пошагово. После отстранения водителя, вручения ему протокола и дальше там. И что это за документ, либо правила какие-то? Это административный кодекс? Это административный кодекс. Это административный кодекс. Это что административный кодекс? Административному кодексу он регламентирован? То есть в административном кодексе конкретно есть статья, написано, что после отстранения водителя от управления он обязан. И там вот дальше начинается. В кратчайшие сроки передать ключи. Забрать вещи, постирать. Ну, если это тот черновик, который вы зачитали, там этого не звучало. Я внимательно слушал. Да, ваш честный. Ну, вот пардон на этом. Ну, что делать? Ну, кому лифт? Частная жизнь. К моеврикому, к сожалению, у нас нет частной жизни, потому что вы публичное лицо, так же, как и я. Поэтому продолжаем работать дальше. Итак. Расскажу общее мнение. Сегодня было благотворное судебное слушание. Что редко. Да, и дайте поблагодарю вас. Изюминки. Адвокат просто от Бога. Даже судья, если нет. Мы не ожидали, что будет так, и мы не ожидали, что сотрудники полиции так себя проявят. Без злобия. Просто. Ну, они одаренные. Грамотно. Грамотно, когда... Да. Любишь, когда... Неудобно, когда грамотные сотрудники. Не, неудобно, когда грамотные судья. Да, да, да. Что, Киров в лес? Киров в лес. Права человека. Права человека. Удак вообще не дошло. Грамотный председательствующий, когда судья грамотный. Сотрудникам полиции не может. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok